Обаятельного Анатолия Ромашина заслуженно называли одним из лучших советских артистов. Когда он появлялся на экране, зрители сразу понимали, что картина будет интересной и захватывающей. В основном он играл строгих героев, готовых пойти на любые жертвы ради достижения своей цели, но в жизни Ромашин был совсем другим. Он отличался простой добротой. Только подумайте, актер, работая педагогом в театральном вузе, решил построить на своем дачном участке большую сцену, чтобы ученики могли свободно готовиться к спектаклям. А также он своими руками построил для студентов беседку, где они могли бы пить чай и отдыхать. В статье мы поделимся всеми известными фактами об этом прекрасном человеке и талантливом артисте. Приятного чтения, дорогие друзья. Когда Анатолию Ромашину исполнилось 10 лет, в стране прогремели первые звуки страшной войны. В то время он находился вместе с отцом, мамой и младшим братом в Ленинграде. Он видел, как люди, запертые в блокадном городе, страдали от голода, от потери домов и близких родственников. Эта страшная картина годами стояла у него перед глазами. Толли пообещал самому себе, что станет военным и отомстит врагам, когда вырастет. Сама семья Ромашиных спаслась из блокадного Ленинграда чудом. На последнем эшелоне, двигающемся по Ладожскому озеру, этот маршрут в то время называли «дорога жизни». После получения школьного аттестата, Анатолий Ромашин сдержал обещание, данное самому себе, стал военным. За три года службы во флоте он смог получить звание офицера. В свободное от службы время, парень посещал любительский театр, в котором играл вместе со своими сослуживцами. Все больше и больше он увлекался актерской деятельностью, и в какой-то момент понял, что выступление в театре – это то, чем он хочет заниматься всю оставшуюся жизнь. После демобилизации, Ромашин отправился с документами в школу-студию МХАТ, ему даже не пришлось проходить вступительные экзамены. Приемная комиссия сразу же зачислила его, услышав историю о том, как он с семьей вырвался из Ленинграда в годы войны. Благодаря интеллигентной внешности, Анатолий Ромашин получал огромное количество первостепенных ролей, причем как в театре, так и в кино. Особенно хорошо зрители его запомнили после того, как он появился в успешных фильмах «На семи ветрах». «Гиперболоид инженера Гарина», «Седьмой спутник», «Егор Булычев» и другие «Освобождения», «Следствие ведут знатоки», «Дни хирурга Мишкина», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и «Десять негритят». Многие кинорежиссеры отмечали, что Анатолий Ромашин серьезно относился к съемкам, он никогда не опаздывал, общался со встречными на улице людьми, чтобы получше понять своих персонажей, и делился с режиссерами своими интересными идеями, которые постоянно записывал в блокнот. Анатолий Ромашин был верным и порядочным супругом, но при этом, за всю свою жизнь он оформил пять браков. Будучи студентом, он сыграл свадьбу с девушкой по имени Галина, обучающейся в экономическом вузе. Как говорил сам актер, он поторопился с созданием семьи, ведь у него не было ничего, ни денег, ни собственной квартиры. Вскоре у молодых супругов родилась дочка Тани, которую, по сути, обеспечивали бабушки и дедушки. Анатолий Ромашин пытался подрабатывать после учебы, но этих денег на всю семью все равно не хватало. Все закончилось тем, что жена актера ушла к другому, более богатому мужчине. Так или иначе, Ромашин до конца жизни поддерживал общение с бывшей женой и с дочкой. Во второй, третий и четвертый раз Анатолий Ромашин женился на одной и той же женщине, как бы нелепо это ни звучало. Дело в том, что его женой стала испанка, которая хотела вернуться на свою родину. Она собирала свои вещи, говорила, что уезжает навсегда, подавала на развод. А через какое-то время опять возвращалась к Анатолию Ромашину, просила прощения и снова вела его в ЗАГС, так повторялось три раза. После последнего, женщина действительно навсегда осталась в родной Испании. В этом странном браке у актера родилась дочка Маша, которая переехала вместе с мамой. А в девяностые годы Анатолий Ромашин нашел новую избранницу. Ею стала 18-летняя студентка театрального вуза Юлия Иванова, которая снималась вместе с нашим героем в картине «Этюды Аврубеля». Мало кто поддержал их брак, ведь разница супругов в возрасте составляла целых 40 лет. Коллеги, друзья и родные говорили Ромашину, что девушка просто-напросто хочет им воспользоваться, но он уверенно твердил, что верит ей всем сердцем. Годы, проведенные с последней женой, актер называл самыми счастливыми. Юлия дала ему то, к чему он так долго стремился, крепкую семью, в которой нет места ссорам. В возрасте 66 лет у Анатолия Ромашина родился сын Дима. В одном из интервью актер говорил, «Больше всего я боюсь, что не увижу, каким станет мой сын, к большому сожалению, так и случилось». Незадолго до ухода из жизни Анатолий Владимирович продал свою просторную квартиру в самом центре Москвы и вместо нее купил небольшую квартирку на окраине. С продажи у семьи остались деньги, на которые они решили купить дачный участок. Анатолий Владимирович занимался постройкой дома вместе с нанитой бригадой, а также он своими руками мастерил столы, лавочки и стулья, сажал деревья и цветы, украшая ими двор. Когда строительство закончилось, актер принялся сооружать сцену и беседку для своих учеников из театрального вуза. Каждый день к нему приезжали студенты, чтобы готовиться к спектаклям, ну и просто отдохнуть в приятной компании. Рядом с самодельной сценой росла старая и высокая сосна, которая мешала студентам. В итоге Анатолий Владимирович решил ее спилить. Именно это и привело к роковому несчастному случаю, ведь актер не увидел, что дерево падает прямо на него. Анатолия Владимировича не стало в 2000 году, в возрасте 69 лет. Как бы то ни было, о нем по сей день помнят и говорят. И я уверен, что даже через сотню лет он будет жить в памяти и сердцах русских людей. Огромное ему спасибо за незабываемые фильмы и теплые эмоции. А вам, дорогие читатели, большая благодарность за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok